Контент это краеугольный камень при всех SEO усилиях. Создание и инвестирование в четкую контент-стратегию вашего бизнеса является решающим для продвижения вашего сайта в SEO. Почему так? Потому что все будет зависеть ваше продвижение от этого фактора. Каждая страница вашего сайта представляет собой набор разного вида контента, представленного в виде веб-страниц. Мы не будем заострять внимание про то, как нужно правильно создавать сайт, относительно структуры сайта. У меня скоро на сайте нашего SEO Quick выйдет отличная статья, как добавить сайт в поиск. И там много важного будет изложено как раз в этой статье. Поэтому я буду рад, если вы подпишетесь на наш блог и будете следить за уведомлениями. Можно подписаться в Telegram, можно подписаться здесь в YouTube. Можно следить за нами в Twitter, LinkedIn, Facebook. И вы будете знать, когда выходят у нас свежие материалы. Давайте перейдем, собственно, к теме видео. Меня зовут Николай Шмичков, это SEO Quick. И я расскажу вам, что такое контент, как его нужно правильно создавать и как его нужно правильно оценивать на качество. Поехали! По поводу контента вы, наверное, уже слышали много. Контент должен быть уникальным, полезным для пользователя, полезным для поисковых систем, не содержать бессмысленной информации. Мы про это говорили уже очень много. Но вы, скорее всего, смотрите этот ролик, потому что, наверное, этого всего не слышали, либо не обращали на это внимания. Многие ошибочно думают, что контент это то, что создает какой-то копирайтер, который пишет какой-то текст, который вы добавляете на сайт. Так думает 80% всех клиентов, с которыми мы вели диалог. Вообще само создание контента ограничивается только этим. И это катастрофа. Многие удивляются, почему их сайт они берут топ, почему их сайты никак не продвигаются, почему это не приносит никакого результата. А ведь Google подчеркивает важность создания полезного контента для пользователей. Контент должен быть не просто оптимизирован для поисковых систем, но и должен представлять пользователям ценную информацию. А Брайан Дин, например, вообще считает, что контент не просто должен соответствовать этим критериям, должен быть такого качества, чтобы на него хотели ссылаться. Действительно сильное заявление. Но мы перейдем, собственно, как раз к тому, как авторы определяют всевозможные SEO-блогеры полезность каждого вида контента. Первый пункт. Позволяет ли контент решить проблему пользователям? Второе. Является ли контент информативно достоверным? Является контент интересным или увлекательным? Или помогает контент пользователям найти то, что они ищут? Вот вы видите четыре основных вопроса, оценки, полезности. И многие крупные блогеры сходятся к этому. Многие крупные компании считают именно это ключевыми вопросами. Давайте разберем еще, какие могут быть критерии, которые определяются в качестве контента. Первое, конечно же, это потребность в контенте. Насколько высока потребность пользователей в контенте в этой теме? Тема, может быть, просто неинтересна, не популярна. То есть актуальность этой темы. И второй момент как раз и будет у нас актуальность. То есть если потребность, нужен ли он этот контент вообще, то актуальность, нужен ли этот контент в данную минуту времени. Возможно, какая-то новость, посвященная какому-то событию, будет актуальна здесь и сейчас. Или тогда, когда оно произойдет, для того, чтобы подстегивать интерес. И потом эта тема будет попросту никому неинтересна. Также полнота контента. Насколько контент охватывает все темы? Я часто вижу у многих своих клиентов статьи, написанные по неплохим темам, по хорошим темам. Но они написаны не профессионалами и не полностью. И они не раскрывают всю тему до конца. И при чтении подобных материалов, я прекрасно понимаю, что я, скорее всего, поищу ответ где-нибудь в другом месте. Уйду с этого сайта, в поиске продолжу искать. Для вашего сайта, если это я так сделал на вашем сайте, это плохой сигнал. Любые уходы в поиск – это катастрофа. Ваша выдача будет падать. Теперь даже если ваш контент соответствует всем этим предыдущим показателям, актуален, полезен и даже полно расписан, четвертая проблема, конечно же, это структурированность контента. А насколько его удобно читать? Я раньше сам делал эту ошибку, писал очень большие статьи, очень перегруженные статьи, перегруженные фактами, какими-то списками, чем угодно. И они вроде бы полезными, но если человек пришел за каким-то конкретным вопросом, за какой-то конкретной темой, он прекрасно понимал, что он не находит, ну, то есть находит кучу лишнего в этом. И некоторые вещи являются лишними. То есть насколько структурирован ваш контент. Он может быть полным, но не структурированным. Поэтому нужно структурировать контент, грамотно разбивать его по блокам. И, конечно же, структурирование не обходится без визуальных элементов. Насколько эффективно используются визуальные элементы в вашем контенте? Это просто у вас текстовая статья без ничего? Или же это хорошо прорисованная статья, в которой весь контент прекрасно и легко читается? Ну и, конечно же, хорош тот контент, в котором пользователь может как-то взаимодействовать с вами и оценивать ваш контент. Может ли он вам написать? Может ли он поставить какое-то взаимодействие? Связаться с вами там какими-то чатами, чем угодно? Написать комментарий? Оставить отзыв на вашем контенте? Напоминаю, контентом не всегда является статья. Это может быть и карточка товара. Это может быть и четко прописанная услуга, которую можно купить при нажатии на кнопочку. Контентом является все. И, как вы видели, здесь много чего завязано на разных специалистах. На дизайнерах, на программистах, которые должны это все красиво уложить в хорошую, удобную страничку. И которые будут хорошо читаться как на десктопе, так и на мобилке. Поэтому давайте перейдем, собственно, как нужно хорошо подготовить свой контент на сайте. Первым пунктом у нас будет исследование, конечно же, целевой аудитории. Практически все крупные спикеры, крупные SEO-студии, крупные SEO-блогеры говорят напрямую, что первым шагом это будет целевая аудитория. Да, многие на этот момент вообще закрывают глаза и не думают об этом. Берут копирайтера, дают им, условно говоря, техническое задание от SEO-специалиста, который подготовил его. Про что нужно рассказать? Выбрал тему, выбрал ключевые слова, даже выбрал какую-нибудь структуру. Но структура это всего лишь каркас. Техническое задание не включает в себя эти элементы. Эта задача уже немножко идет другим людям. Как ни странно, создание контента SEO-специалистов не является в чистом виде его задачей. Его задачей является подготовить техническое задание человеку, который будет писать контент. Мы записывали ролик, он называется ТЗ-копирайтеру, хотя я слово копирайтер не очень люблю, я люблю слово автор. Не называй меня так! Отныне я черная смерть! Вот техническое задание автору, который должен создать этот контент. И мы подбираем такие технические задания регулярно всем нашим клиентам. Если вам это интересно, конечно же, вы можете к нам обратиться, и мы подготовим вам контент-план и подготовим технические задания. Но это видео нужно для того, чтобы ваши авторы научились и ваша команда научилась создавать контент. Контент-отдел на любом сайте – это то, что у вас должно быть. Если у вас его еще нет, у ваших конкурентов он уже есть. Поэтому шагом первым, как я и говорил, будет создание целевой аудитории. Исследуйте свою целевую аудиторию, чтобы понять ее потребности и интересы. Затем узнайте, что интересует вашу целевую аудиторию. И создавайте контент, который отвечает ее потребностям. Всегда используйте терминологию, которая понятна в вашей целевой аудитории. Не сыпьте терминами, которые они не поймут. Не засыпайте их информацией, которая им неинтересна или не нужна. Сконцентрируйтесь на тех терминах, которые ключевые и решают их проблемы и понятны при чтении, просмотре или прослушивании. Чек-лист здесь будет очень простым. Я записывал видео, посвященное целевой аудитории. Оно сейчас здесь появится. Ссылочка будет по аннотации. Суть заключается в том, что вы должны определить эту вашу целевую аудиторию. Что это за люди? Какие у них потребности? Какие у них интересы? Для этого можно использовать разные методы оценки целевой аудитории. Там опросы, интервью, анализ соцсетей, анализ поведенческих факторов. Например, по вашему сайту через Google Ads можно изучить вашу аудиторию по всех их интересам. Инструментов по оценке множество. Опытный маркетолог умеет это делать. Приходите к любому маркетинговому агентству, заказывая что угодно, вы даете бриф задачи и бриф целевой аудитории. Вы должны четко его иметь, бриф вашей целевой аудитории, портретов ваших покупателей, аватаров ваших покупателей. Про все это, может быть, вы думаете, что это страшные слова. Это знает маркетолог, как составлять портрет аудитории. Собственно, собирать целевую аудиторию, сегментировать ее по группам. Это то, что умеет делать маркетолог. Ну и, конечно же, последним пунктом, когда вы будете прорабатывать целевую аудиторию, это будет то, что вам нужно собрать всю эту информацию в какой-то единый формат. Держите это, например, в Google Документах, это очень удобно. Либо соберите какое-то портфолио с вашей аудиторией, где оно будет прописано. И вы будете знать все ключевые вопросы, которые касаются вашей аудитории. И дополнительно, что вам нужно обязательно прописать при прописании портрета целевой аудитории, следующие вопросы. Что она ищет в интернете? То есть, когда вы будете собирать список вопросов, вот задавайте такие вопросы. Что она ищет в интернете? Какие вопросы она задает? Какие проблемы пытается решить? Конечно, неплохо, если они это делают на вашем сайте. У вас есть поиск, у вас есть Search Console. Это Google Search Console, Webmaster Google. Вы можете отследить поисковые запросы там. Но иногда, когда у вас сайт слабенький или его попросту еще нет, здесь помогают, конечно же, полезные платные сервисы. Я о них поговорю в следующем пункте, который позволяет как раз эти вопросы оценить. Можно проверить конкурентов и посмотреть, по каким запросам ранжируются ваши конкуренты и по каким запросам они получают трафик. Мы в анализе конкурентов. У нас есть хорошая статья, как оценить трафик своего сайта и трафик конкурента. Как раз этой темы касались. Ссылочку на статью я оставлю в описании. Поэтому инструменты для отслеживания ключевых слов существуют разные. Ахревс, серпстат, планировщик ключевых слов, Google Search Console по оценке вашего сайта. Можно в Google Аналитики отдельные посмотреть, собрать всю информацию, которая вам нужна. После этого анализа просмотрите выдачу. Посмотрите, какой контент ваша аудитория потребляет. Ну и, собственно говоря, что она читает, что она смотрит, решая эти вопросы. Напоминаю, запросы не обязательно коммерческие, запросы информационные. Напоминаю, есть воронка, по которой пользователи ищут информацию от поиска, когда они только начинают решать свои проблемы, и уже, собственно, путь решения, когда они готовы купить ваш товар или заказать вашу услугу. Эта воронка с запросом, она действительно довольно обширна и содержит большой пласт информационных запросов, по которым ваша аудитория может искать ваш контент, вашу услугу и ваш продукт. Изучите, что может ваша целевая аудитория, которую вы собрали, потреблять. Ну, снова говоря, какие сайты она будет смотреть, какой контент она будет изучать, и какого контента ей достаточно для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Зачем это нужно? Потому что, напоминаю, нам нужно создать контент, который будет удовлетворять их потребностям, и одновременно будет хорошего качества и даже лучше, чем у конкурента. Если вы совсем не понимаете, как собирать целевую аудиторию, вы можете его запомнить. Четыре простых пункта. Сначала проведите опрос или интервью с вашей целевой аудиторией вашего бизнеса. Вот у вас есть какая-то аудитория, ваши клиенты. Попробуйте продумать простой опрос через e-mail, через мессенджеры, сделать его максимально простым и позадавать самые основные вопросы. Это не займет вас много времени. Поверьте мне, если хотя бы 20% даст вам ответ, ответ, это уже хорошо. Второй момент, это проанализируйте соцсети. Вы сможете по соцсетям, по активности соцсетям в лайках, в комментариях, просмотреть в ваших соцсетях, какая целевая аудитория у вашего проекта. Да, не забываем, что есть целевая аудитория активная, есть мертвая. Ну, например, многие соцсети, такие как Facebook, позволяют проанализировать эту информацию. Ну и, конечно же, изучите отзывы о вашей услуге в вашем продукте. Ваши отзывы, конкурентов отзывы. Обратите внимание на этот момент. Что люди спрашивают, что люди пишут, с какими проблемами они сталкиваются, даже при решении этой проблемы у конкурентов. Да и вообще, не поленитесь изучить всех конкурентов в вашей компании. Ведь они являются прямыми финальными воронками, которые могут уводить вашего клиента. Уделяйте анализу конкурентов пристальное внимание. У нас есть целый курс, посвященный анализу конкурентов, как нужно это делать, как нужно находить слабые их места. Я не буду на этом заостряться. Ссылочку на курс я тоже оставлю в описании. В завершении я задаю такое вам домашнее задание. Этот список вопросов вам нужно собрать. Вот на этот список вопросов дать мне честный ответ. Можете ради интереса в комментариях. Можете записать его себе. В любом случае, это домашнее задание для того, чтобы ответить на вопросы по первой главе. Вопрос номер первый. Какой средний возраст в вашей целевой аудитории? Второе. Какой пол преобладает в вашей целевой аудитории? В каких процентах преобладает? Какой уровень образования и дохода у вашей целевой аудитории? Вопрос посложнее, но все-таки можете на него ответить так, как вы понимаете. Средний, выше среднего. Можете в деньгах посчитать средний доход на семью. Тоже очень полезно. То есть, в любом случае, это правильно, если вы на него сможете ответить. Какие интересы и увлечения у вашей целевой аудитории? Помимо вашего бизнеса, подумайте, что им нравится. Подумайте, как зацепить по интересам. То есть, смотрите, у всех интересы разные. Любой аудитории может быть какая-то пул общих интересов. И действительно, это факт. Можно до них догадаться и продумать, и проверить. Задать вопросы, я вам ответил. Рыбалка любит рыбалку. Или там, не знаю, любят ваши клиенты там ездить на авто. Или там читать новости. Ну, все что угодно. Подумайте. Или они там любят играть в компьютерные игры. Фишка в том, что список интересов, это очень интересно для того, чтобы искать своего клиента в тех нишах, где, условно говоря, ваш контент пока что еще не размещается. Но он может быть там полезен. Ведь можно найти на смежных нишах место размещения своего контента. Об этом чуть дальше. Следующий вопрос, это, конечно же, какие проблемы решает ваша целевая аудитория. Она на то и целевая аудитория, что у них есть список общих проблем, с которыми они столкнулись. У каждой проблемы есть разные причины. Вот продумайте эти причины, почему они хотят решить эту проблему через вашу компанию. И, конечно же, последний вопрос, это, какие вопросы задает целевая аудитория в интернете. Задумайтесь над пулом поисковых запросов, которые может задавать ваша целевая аудитория в интернете. В комменты мне это писать не надо, конечно, но этот список я рекомендую составить. Попробуйте ответить на эти вопросы, честно проведя исследование. И ваша целевая аудитория будет перед вами четко прописана. Переходим к следующей главе. Как ни крути, мы говорим про контенте веб-сайтов. Ну, не только, конечно, веб-сайтов. Есть еще и, допустим, видеоконтент, многие другие вещи. Но мы ориентируемся на тот контент, который люди будут искать. А не тот, который будет выдаваться как эфемерный контент или контент, который ранжируется, допустим, в тех же соцсетях. Да, по факту мы не путаем эфемерный контент и регулярный контент, который есть на страницах. Он бывает вечно зеленым и устаревающим. А эфемерный контент, он всегда устаревающий и уходит куда-то в пропасть. Каждый раз это сторисы, к примеру, посты в соцсетях. Мало кого интересует посты в соцсетях за прошлый год, верно? Поэтому не путаем эфемерный контент и контент, который регулярный. Он бывает вечно зеленым и не вечно зеленым, то есть устаревающий. Про вечно зеленый у нас выходило в видео, тоже можете его увидеть здесь. Давайте тогда перейдем, собственно, к второй нашей главе. Это ключевые слова. Почему? Потому что люди, когда ищут что-то в поиске, они вбивают ключевые слова в поисковую систему. Не будь что-то угодно. Это может быть поисковая система YouTube, это может быть поисковая система Google, допустим, Bingo, любого другого поисковика. Но это поисковая система. Оптимизация контента под поисковые ключи является вторым краеугольным камнем при его создании. Напоминаю, первым это была целевая аудитория. Нужно оптимизировать тот контент под те ключевые слова, по которым аудитория ищет вашу информацию. Он должен отвечать не просто ключевым словам, но и намерению пользователя. Мы решаем проблему и оптимизируем под поисковые запросы. Говорим на языке клиент. Это все мы помним. Помним в уме. Если вы думаете, что ключевые слова при написании контента не важны, и некоторые блогеры так могут заявлять, на самом деле нет. Используйте всегда различные методы исследования ключевых слов, чтобы определить намерение пользователя. Это говорят абсолютно все издания. Выбирайте ключевые слова, которые релевантны вашей тематике и по которым ваша целевая аудитория ищет информацию. Об этом говорят действительно огромные блогеры. Используйте ключевые слова, конечно же, в заголовках, мета-описаниях, в заголовках H1 и в структуре, и в тексте. Ключевые слова должны быть в тексте. Но не переусердствуйте. Ведь действительно, если вы будете много пихать ключевых слов, вы получите так называемый keyword stuffing. Или перенасыщение ключевых слов в вашем контенте. И за это можете получить наказание от поисковых систем. Относительно выбора ключевых слов, мы всегда начинаем чек-лист по очень простой схеме. Первоначально определите свою тематику. На какие темы вы планируете создавать контент? То есть продумайте вообще весь контент-план на верхнем уровне. Про что у вас будет сайт? Чтобы вы не выходили за рамки парадигмы. Вот у вас есть сайт, он будет про это. И значит, вот он будет только про это. Не надо писать ни про что, что не подходит в эту тематику. Поэтому сосредоточьтесь на вот этом пункте. Подумайте, что ваша целевая аудитория ищет в интернете. Какие они вопросы задают? Какие проблемы пытаются решить? Это с прошлой главы. Мы из этой темы структурируем по подтемам, что люди гуглят. То есть собираем, условно говоря, контент-план на основе семантического ядра. Точнее, здесь неправильное слово семантическое ядро, потому что семантическое ядро собирается под страницы. Но мы будем говорить контент-план. Потому что туда может входить что-то, что в ваше семантическое ядро первоначально не входило. Мы будем говорить популярным словом контент-план. За рубежом не говорят семантическое ядро. Поэтому подумайте над этими запросами, которые ваша аудитория будет искать в интернете. Само собой нужны инструменты. Ключевые слова перебирать в уме, как-то оценивать в уме невозможно. Просто невозможно. Используйте сервисы. Самый простой бесплатный, мы говорили, это планировщик ключевых слов. В нем можно много чего найти, но он так себе. Почему? Потому что с информационными ключами он работать не умеет. Можно собирать из Google Google подсказки, но у них нет метрики. Поэтому здесь приходят на помощь всевозможные полубесплатные и платные сервисы. Это Ahrefs, Serpstat, Simrush, Moz. Много сервисов умеют собирать ключевые слова. Ubersuggest. Я даже не смогу вспомнить все, я просто перечислил те, которыми мы пользуемся, но их гораздо больше. Вы можете сами написать в комментариях, какие вы знаете сервисы для сбора ключевых слов, по которым вы можете вбить, условно говоря, тему, и он вам подберет все ключевые слова. Следующим, что вам нужно будет сделать, это выбрать релевантные слова по какой-то конкретной теме. Вот вы взяли за эту тему, вот выбрали. О, я хочу писать про эту тему. Из всего списка ключевых слов выберите те, которые релевантны этому. Я рассказывал, как это делать, у меня есть курс, посвященный семантическому кросседру, и в нем я рассказывал, как заниматься кластеризацией ключевых запросов. В чем суть? Вы должны собрать только ключевые слова, которые касаются этой темы, и оставить их, остальные, для других тем. Соберите только те, которые будут присутствовать в рамках этой темы, и отвечать на эту тему. Самый простой способ себя проверить, вбейте ключевые слова из вашего списка в поиске, и вы должны видеть примерно одну и ту же выдачу, вне зависимости от того, какое слово вы вбили. Да, там могут они меняться местами, но 30-40% выдачи будет одинаковым в топ-10. Поэтому проверите сами себя, не засунули ли вы в ваш релевантный список ключевых слов слова, по которым можно написать вообще отдельную главу, отдельную статью, отдельный документ. Это важно. Это касается всевозможной карточек товаров, когда вы хотите писать про товар, и впихивайте все товары туда, а потом, на самом деле, люди, что ищут их по-разному, то есть, значит, надо их разделить на разные товары. Поэтому релевантные ключевые слова собираем вместе. Это запомнили. Следующим пунктом будет из этого списка ключевых слов оценить их конкуренцию. Конечно же, самая проблема в том, что некоторые ключевые слова труднодостижимы. В них просто иногда невозможно взять первое место, потому что в выдаче находятся достаточно сильные сайты. К примеру, мы сейчас возьмем запрос продвижения сайта, посмотрим на него, и мы можем увидеть, у меня здесь стоит плагин, который замеряет конкуренцию тех или иных страниц, и я могу увидеть, какие сайты по этому запросу занимают первые места. Кто знает, это плагин Ахребса, который мне говорит, метрики сайтов, которые находятся впереди, которые уже давно находятся. Мы поговорим по этому поводу, почему некоторых сайтов тяжело сместить. А вот если мы произведем вопрос медицинского сайта, посмотрим выдачу, увидим, что она немножко отличается. Некоторые странички послабее. Вы видите, что этот ключ уже более слабенький. Можно задуматься, что продвижение сайта слишком сложный запрос, а продвижение медицинского сайта, а это возможно будет более целевым запросом, он будет более интересен. А если мы возьмем там продвижение сайта услуг, мы увидим, что выдача еще более такая низкоконкурентная начинается. Хотя нет, медицинский был поменьше. Но мы видим, что выдача от разного запроса сильно отличается. Продвижение сайта в Google это запрос, который тоже менее конкурентен, чем предыдущие. Хотя некоторые сайты, вот как вы видите, даже заточились в отдельные страницы полностью под Google. Мы рассказывали про то, как выбирать эти слова с низкой конкуренцией. Есть методы, конечно же самый простой метод, вот как вы видите из Keyword Difficulty, это в Ahrebs посмотреть метрику того или иного ключевого слова. То есть можно открыть Ahrebs и у конкретного ключевого слова посмотреть его метрику, насколько оно высококонкурентное. И при переборе всевозможного списка ключевых слов можно увидеть, у каких ключевых слов конкуренция ниже, у каких выше и для удобства сравнить сразу с трафиком в этом регионе. Про конкуренцию у нас даже выходило отдельное видео, я советую его посмотреть. Оценивать конкуренцию вам обязательно нужно. Теперь, если мы обратим внимание на, собственно, анализ семантики, мы можем увидеть запрос продвижения сайта. Вот если возьмем вот высокочастотный запрос. Некоторые слова, чем они длиннее, имеют такой нюанс, что они становятся менее конкурентными, если в них добавляются какие-то новые слова. Вот видите, да? Продвижение сайта в поисковых системах цена, к примеру, да? Заказать поисковое подвижение. Видите, вот конкуренция может отличаться, а в некоторых слов конкуренция вообще может падать до очень низких значений. Например, продвижение зарубежного сайта. Отличный ключ. Видите, его и ищет какая-то целевая аудитория. Но, как оказалось, конкуренция, видите, тут не такая популярная. То есть не так много именно за рубежом англоязычных много, а именно зарубежных не так много на первых местах. И тут отдельные какие-то статьи. Ну, то есть дальше начинается немножко не совсем все целевое. Есть смысл задуматься над тем, что некоторые слова с длинными хвостами представляют собой интерес. Поэтому вот есть даже все такое понятие продвижения long tail keywords, это так и называется, слова с длинным хвостом, они могут быть действительно менее конкурентны. Смотрите, продвижение сайта в Европе. Люди ищут, а в Европе-то никто никого не продвигает. Все хотят США, потому что английский говорят. А в Европе, видите, не так много сделано страниц высокого качества. Контент, если мы посмотрим, ну, может быть он и хорош, но мне кажется, что он не очень. Хотя он кое-как ранжируется, но мне кажется, что его можно сделать лучше. Потому что тут нет привязки к каким-то конкретным странам. Да нет, тут в Германии. Видите, тут не в Европе, а в Германии. СМИ предлагают в Германии. А вот, допустим, перейдем продвижение сайта под Европу. Это классическая страничка услуги, где контента немного. Вот, пожалуйста. Доверяют разработку, продвижение под Европу сайта, которых никогда нет в Европе. Конкуренция, на то она и конкуренция. Если вы видите нулевые показатели конкуренции, но я напоминаю, нулевые, это не всегда ноль. Есть смысл присмотреться к таким ключевым словам. Например, продвижение сайта автосервиса. Видите, пожалуйста. Тоже ноль. Люди ищут. Есть поисковый потенциал у этого запроса и даже коммерческий потенциал. Поэтому я бы присмотрелся к таким запросам. Более того, вы можете сделать вот так. Отсортировать все слова по коммерческому потенциалу и найти, например, очень интересный нюанс, что некоторые слова имеют нулевую конкуренцию, но при этом представляет собой коммерческую ценность. Поэтому оценивайте конкуренцию, оценивайте слова с длинным хвостом и не игнорируйте их. Не цельтесь в высокочастотный запрос. Лучше создать несколько страниц по низкочастотным запросам и получать по ним трафик, чем лезть в высокочастотный запрос и никогда по нему трафика не получать. Вот вам очень простой такой чек-лист по сбору ключевых слов. Ничего сложного, я уверен, здесь уже нет. Выбранные вами ключевые слова должны быть как-то использованы в контенте. Как их использовать, сейчас я вам покажу. Посмотрим на наш сайт, в котором я не так давно переписал одну из своих старых статей. Она была посвящена как раз сбору семантики для YouTube. Вот я вам как раз открою эту статью. Ключевые слова для YouTube канала. Подбор и оптимизация тегов. Видите, как подобрать ключевые слова. Вот есть заголовки, попадательные сервисы. И вот мы видим, что она начала ранжироваться по очень необычным запросам. Готовые теги для YouTube. Здесь есть такой заголовок. Теги для YouTube. Я использовал теги для YouTube как раз как заголовок H2 в самом начале статьи. То есть вот сама статья посвящена ключевые слова для YouTube. Подбор ключевых слов YouTube. Это, собственно, наш основной целью было запросов. Но, как оказалось, видите, теги для YouTube начало собирать все больше и больше трафик. Это значит, что мне рекомендуется обновить вот эту статью. Не просто совсем под ключевые, да, а именно теги для YouTube. И здесь вот подпор оптимизация ключевых слов, так, для канала. Обыграть вот в таком формате. Все-таки на теги нацелиться. Если вы почитаете эту статью, вы увидите, что она довольно популярная. То есть ее часто читают. И она отвечает на основные вопросы, как искать теги. Вы посмотрите структуру этой статьи. Вот структура, вот посвященной теги. Вот, пожалуйста, самые популярные вопросы, которые касаются тегов для YouTube. Я раскрыл. Как искать тут ключевые слова, как добавить ключевые слова для YouTube. То есть я в этой статье все это рассказал. Кстати, вы же смотрите у меня на YouTube. Эта статья вам будет полезна. Посмотрим другую статью. Какую-то из недавних, которые вот за последний период. Промоушен YouTube. Вот она очень сильно рванула у меня по трафику. Можно увидеть, что какое количество ключевых слов не ранжируется. Только здесь надо выбрать у нас. Давайте мы в Украине выберем. Была чистая выдача. Вот. Промоушен YouTube. Вот мы сейчас посмотрим. Мы видим, что она прилично поднялась. Как продвигать видео YouTube. Продвижение YouTube канала. Вы видите, что запросы все однородные, однородные, однородные. Их тут много. Куда использовать ключевые слова? Конечно же, их нужно использовать в заголовке title, теге, description. Придерживаться правильной длины, конечно же, рекомендаций. Пожалуйста, хорошее видео, как писать эти title, description. Это делаем мы, SEO-специалисты, прописываем этот контент, оптимизируем его полностью. И, конечно же, в самый главный заголовок. H1 вашей статьи. Также все ключевые слова идут непосредственно во все заголовки. H2 вашей статьи. То есть, например, вы увидите, что здесь есть четкая структура. Моя структура статьи отвечает и ключевым запросам, и одновременно логической структуре. Мы говорили про аудиторию, мы говорили, что люди ищут. И вот здесь это все отражено. То есть, как вы видите, все взаимосвязано. Я не просто написал там продвижение YouTube-канала, это делается так-то, так-то, так-то. Я проработал всю проблематику. Все, с чем может столкнуться пользователь, количество просмотров этой статьи, как вы видите, говорит само за себя. И поэтому все запросы, на которые я целился, я старался попасть, и у меня это получилось. Статья действительно дает трафик и дает постоянный трафик. И, конечно же, она мне даже дает лиды. Ну, об этом чуть позже. При оптимизации контента отвечаете на эти запросы. То есть, старайтесь сконцентрироваться на то, как эти запросы должны быть использованы в контенте. Но, в первую очередь, я говорю, те ключевые слова должны быть, title, description, заголовки и в структуре, в отдельных, возможно, в дополнительных вопросах, которые есть в ваших подзаголовках. Обратите внимание, все они здесь есть. Многие ключевые слова обыграны внутри. Поэтому эта статья яркий пример того, как нужно создавать контент. Она была переписана недавно, и вот, собственно, это видео создано только благодаря тому, что я переписывал эту статью. Итак, с ключевыми словами, как я понял, вы уже все услышали. Поэтому у меня домашнее задание для вас, которое нужно будет ответить. Точно так же, как и было по предыдущей главе. В первую очередь, соберите для себя ключевые слова и фразы, которые ваша целевая аудитория использует для поиска информации. То есть, соберите свой контент-план. Попробуйте сделать это самостоятельно. Попробуйте сами. Не так сложно, я думаю, взять какой где-то сервис попробовать, либо зайти в Uber Suggest на бесплатной версии попробовать. Поискать эти сами ключевые слова. Потом определите уровень конкуренции ваших ключевых слов. Да, здесь посложнее будет, но конкуренцию ключевых слов можно прикинуть на глазок очень простым способом. Например, мы возьмем ключ продвижения видео на YouTube. И у каждого ключевого слова есть вот это вот количество результатов. А если вы возьмете это ключевое слово в кавычках, вы узнаете точное количество результатов. Там 82. Ну, конкретно этого запроса. Это значит, есть 82 документа результата по этому запросу. Можно таким образом банально сравнить одно с другими и измерить вот эту конкуренцию. Самый простой способ, который реально существует. Ну и, конечно же, третий вопрос. Какие ключевые слова имеют более низкий уровень конкуренции, но при этом являются более целевыми? Ваша задача номер три из этого всего списка оставить просто ключевые слова, которые являются наиболее целевыми, с самой низкой конкуренции и с трафиком. Он не уходит в ноль. Вот задачка вам на подумать, и это будет ваш контент-план. А мы переходим к третьей главе. В первых двух главах я рассказал азы, которые знают, в принципе, все, кто создают контент для своих сайтов. Почему? Потому что первые два этапа, ну, условно говоря, многие пропускают первый этап, делают только второй этап вторую главу. Первый этап посвященный был целевой аудитории, второй был посвящен сбору ключевых слов и поиска хорошего контент-плана. И вот третий план, собственно, ради чего мы сегодня все собрались, это, конечно же, качество контента. Как определить его? Как измерить качество? Что является критерием? Где понять, вот где рубеж хорошего контента и уже плохого? Эти вещи сегодня мы постараемся разобрать и разобрать детально. Конечно же, все возможные спикеры, которые существуют в SEO, говорят одно. Создавайте высококачественный, полезный и уникальный контент. Вы, наверное, это слышали и не понимаете, что имеется в виду под этим. Многие подозревают, высококачественный — это соответствующий, там, ТЗ, полезный, там, в котором хотя бы кое-как обыграна тема, уникальный — это просто уникальность, он просто не повторяется, проходит тесты на уникальность, но это не так. Многие блогеры также считают, SEO-блогеры, что контент должен быть без ошибок и опечаток. Да, двоечниками быть в SEO нельзя. Проверяйте редактором все, что у вас написано. Мой весь контент проверяет редактор, потому что я тоже допускаю ошибки, когда пишу свои статьи. Для этих целей у меня есть редактор, который мне очень сильно помогает. Ну и, конечно же, третий пункт — это используйте изображение, видео, визуальные элементы, чтобы сделать ваш контент более привлекательным. Причина простая — ваш контент должен быть нескучным, его должны люди хотят читать. Я об этом говорил в начале видео. И вот здесь это тоже является важным критерием. И, конечно же, концентрируйтесь на создании контента, который будет полезен, информативен для вашей целевой аудитории. Вот этим пунктом пренебрегают практически все. А про этот пункт говорят действительно многие. Будем говорить про чек-лист, создание качественного контента. Вот просто берем и записываем. В первую очередь вы должны отбросить все, что вы думали по поводу копирайтинга, там, вхождение ключевых слов, соответствия семантики, и сосредоточиться на самой главной проблеме — как создать контент, который будет полезен и информативен для вашей целевой аудитории, которую вы посчитали. Подумайте. Поставьте себя на ее место. Она будет его читать. Она должна найти ответ на свой вопрос по тому вопросу, который вы взяли за тему. Она найдет ответ? Да или нет? Возьмите любую страницу на своем сайте. Вот любую, которая у вас есть. Посмотрите поисковый запрос, на котором она должна отвечать. И проверьте, отвечает ли она на него или нет. Можете вбить ради интереса этот поисковый запрос в гугле и посмотреть первые три страницы, которую он там выдаст. И посмотрите примеры. Поэтому вторым пунктом будет провести исследование. А представляете ли вы уже на своем контенте, который у вас есть, точную и актуальную информацию? Что для этого нужно? Берите ваши ключевые слова, заходим в гугл и перебираем выдачу. Смотрим, что там есть. Смотрим, кто уже там что-то написал давно или недавно. Но проверьте. Там же может быть точная и актуальная информация. И проверьте, сделайте ей так называемый факт-чекинг. Третий момент, который копирайтеров сразу ставит на свое место и прячет их в далекий угол. Это когда нужно говорить на языке клиента простую, четкую и понятную информацию. Вы должны излагать мысли так, чтобы ваш клиент вас понял. А копирайтеры иногда пишут просто потому, что они пишут. Они просто наливают ключевые слова, облекают это в какие-то красивые словесные формы, не неся никакой пользы. Просто пытаются построить предложение, запихнув нужные слова. Сейчас GPT пишет лучше, чем копирайтеры, без шуток. Большую часть сценария он мне помог даже составить. Ну правда только тезисы. Большую часть структурно он мне помог составить. Я уверен, что копирайтер бы с этим даже не справился. Затем у вас же есть уже контент. Вы какой-то контент накидали, тезисы написали. Продумайте его структуру, его логическую структуру. То есть вступление, основная часть, выводы внутри основной части, разбивка по блокам, которые идут в логически полезной структуре. Этот момент тоже нужно учесть. Не важно, что это будет. Карточка товаров, которой нужно описание, характеристики, отзывы и условия доставки, условия оплаты. Есть логическая структура построения карточек товаров. Она не испарилась никуда, она одинаковая. Акцентируемся внимание на преимуществах, на эмоциональных факторах товара, чтобы люди его хотели купить. А не просто, ну этот товар за 300 гривен. Вы должны сосредоточиться на том, чтобы люди было интересно читать описание вашего товара. Ну и конечно же финальный пункт чек-листа это использование визуальных элементов. Просто написанный текст, просто набросанный текст, даже без структурирования списками, заголовками, выглядит уныло. Без шуток, он выглядит уныло, он не выглядит нечитабельно. Огромные абзацы выглядят нечитабельно. Длиннющие предложения никому не нужны. Они отвлекают пользователю лень читать. Мы читаем, есть правила чтения, кучу правил, как пользователи ведут себя. У нас был даже целый вебинар, посвященный как раз именно тому, как пользователи по юзабилити читают информацию. Есть сервисы, которые занимаются айтрекингом и отслеживанием глаз. И следят, как пользователи реально читают информацию. И структурируйте его визуально, разделяйте, чтобы пользователь мог легко отделить один блок контента от другого и сосредоточился на том, который ему нужно прочесть. Ну и придерживаемся такого простого чек-листа, который дополнительный, который можно себе где-то записать, запомнить, сохранить его в блокнотик. Мы его выведем на экран, чтобы вам было удобнее было его читать. Первый пункт это неявная реклама. Избегайте слишком явной рекламы, не будьте навязчивыми. Эмоциональный компонент. Контент должен вызывать у пользователя эмоции, чтобы быть более в него вовлеченным, а не скучать. Включение бренда. Любой контент, который читает пользователь, должен понимать, что он читает контент вашего бренда, а не просто написанный контент. Упоминание вашего бренда должен быть в конце, нигде угодно. Оно должно сквозить в этом контенте, что именно вы, ваша компания, ваш специалист написали этот контент. И вы предлагаете его, а не кто-то другой. Использование различных форматов. Контент лучше всего представлять в разных форматах, чтобы пользователям было удобнее его отреблять. Читать, смотреть, слушать, листать в соцсетях, все что угодно. Контент нужно предлагать в разных формах. Да, тот, который создается на веб-сайте, он создается на веб-сайте, но есть контент, который нужно распространять на разные платформы, на разные соцсети и даже на другие сайты. Я рассказывал про такой трюк продвижения, как синдицирование контента. Также контекстуальная релевантность контента. Странный такой термин, но суть очень простая. Ваш контент должен быть актуален в текущий момент времени. Если ваша статья написана и там упоминается 22-21 год, там 20-й год, есть очень высокая вероятность, что пользователь поймет, что она устарела. И в ней, возможно, информация уже не та, не актуальна. Поэтому неплохо такие статьи, которые привязаны к какому-то периоду жизни, периодически обновлять и добавлять в них более свежую информацию. Это и касается и описаний товаров и много чего другого. Например, там вы продаете айфон, на него там какая уже сейчас, семнадцатая iOS вышла, да, а у вас на сайте до сих пор числится там пятнадцатый, например, потому что вы забыли ее обновить. Конечно же, следующим пунктом это вызов доверия. Контент, который написан у вас на сайте, не должен даже в голове родить у человека мысль, что этот контент писал какой-то непонятный копирайт. У них даже не должно быть такой мысли. Они должны чувствовать, что контент написан вами, вашими специалистами, вашей командой. И вот сама по себе стилистика написания контента должна быть примерно идентичной по всему проекту. То есть вы примерно должны нести редакторский единый стиль на всем вашем сайте. Следующий момент очень необычный. Это доступность на разных платформах. Я здесь говорил, что если он должен быть на разных соцсетях и тому подобного, нет. Здесь имеется ввиду другое. Ваш контент должен быть легко потребляемым, читаемым, вне зависимости от устройства, на котором пользователь будет с ним взаимодействовать. Мобильный, планшет и, конечно же, десктоп. Улыбнемся Инстаграму, который до сих пор не обновил свое предложение для iPad. Ну, сами понимаете. К чему я веду, что любой контент, который вы создаете, он должен быть удобным, вне зависимости от устройства. Потому что какая-то часть аудитории будет пользоваться разными устройствами. Это нужно запомнить. В любом контенте должен быть призыв к действиям. Человек, который зашел почитать ваш контент, должен куда-то двигаться дальше. Запоминаем, что если человек прочитал информацию и, скорее всего, ушел, то информация ему либо понравилась, он дочитал до дна и ушел, но он ничего вам полезного не сделал. Либо она ему не понравилась, он ушел с самого начала. Поэтому очень важно выстраивать систему призывов к действию на вашем ресурсе, чтобы он хотел подписаться, повзаимодействовать с вашим другим контентом, почитать там другие статьи, посмотреть другие товары, все что угодно. Захотел что-то у вас купить, захотел с вами связаться, поэтому сайт это не просто текстовая простыня. Это хороший продуманный дизайн кнопок, дизайн форм взаимодействия, даже поп-апов, чего угодно. Поэтому я еще раз говорил, что вот многие думают, что контент это чисто сеошники этим занимаются и сайт себе как-то двигается. Нет! Я не просто так сказал, что у каждого сайта должна быть своя контент-команда. И пока у вас ее нет, еще раз повторюсь, у конкурентов она уже есть. Поэтому думайте над этим уже сегодня. Самое главное теперь такой четкий маленький чек-лист для автора, который будет писать ваш контент. То есть есть рекомендации для авторов статей. Первое, это конечно же, фокусируйтесь на решении проблемы целеаудитории. Именно на них, не на ключевых словах, которые вам подобрали. Попробуйте из ключевых слов взять намерение, из этого намерения построить ваш контент. То есть не наоборот, как работало раньше, мы брали ключевое слово, под него писался контент. Нет! Ключевое слово нам нужно для того, чтобы понять намерение и решение проблемы является ваш контент. Вы помогаете решить проблему клиенту при помощи вашего контента. Когда человек что-то хочет купить, он интересуется сразу несколькими вопросами. Постарайтесь их отразить в вашем контенте. Второй момент. Информация, которую вы должны представить на вашем сайте, должна быть мало того, что ценна, так они еще и не могут ее найти, допустим, в другом месте. Подумайте, при исследовании конкурентов, у кого информация раздроблена. У кого-то что-то есть одно, у кого-то что-то есть другое, у кого-то что-то есть полезное третье. Вы можете все это собрать и добавить что-то своего, чего еще вообще ни у кого нет. Так же можно? Можно. И это тоже рекомендация для любого автора. И, конечно же, используйте разные форматы контента, чтобы привлечь внимание пользователей. Если вы заметили во всех моих статьях, вот, например, мы сейчас смотрим на мою статью, да, здесь и видите, и call to action, и второй call to action, и третий, и четвертый call to action, везде и даже внутри статьи есть самые call to action. Но статья использует разные визуальные элементы. И инфографику, и эти формы обратной связи, и скриншоты. Если блистать дальше, вы увидите вставленные видео, вставленные подкасты, вставленные цитаты других специалистов. Много чего есть вот в моих статьях, которые делаю. Это делается не просто так. Я знаю, что я воюю за то, что пользователь будет читать информацию, а не просто зайдет и уйдет. Моя цель, чтобы пользователь взаимодействовал с контентом и хотел со мной взаимодействовать дальше. Поэтому очень важный следующий пункт, это сделать контент интерактивным, чтобы пользователи могли с ним взаимодействовать. Если мы зайдем на наши топ-страницы, вы наверное удивитесь, но у нас есть так называемая страница веб-сайт аудита. Это tool. Это тоже контент. У него есть определенный контент, но весь сайт этот целый контент. Вы вставляете свой сайт и он его анализирует. То есть мы берем, анализируем сайт и он его будет сейчас анализировать. Он будет просматривать сейчас страницу и сделает его технический аудит. Правда это будет долго, вы можете сами зайти, проверить. Он его проанализирует и выдаст все ошибки этого ресурса. Это tool, который привлекает огромное количество ссылок, огромное количество переходов с поиска. Вы можете даже убедиться по каким запросам он его принимает. То есть вы сейчас скажете, Николай, стоп, вы же говорили про карточки товаров, вы говорили там про статьи. Нет, контентом является любая страница на вашем сайте. Повторюсь еще раз. Будь то сайт услуги, будь то карточка товара и даже веб-инструмент. Это все контент. Вот все, что на ней находится, это контент. То есть для SEOшника URL метаданные это одно, а все, что вот находится в пределах сайта, вот именно то, что видимая область, то с чем взаимодействует пользователь, это уже контент. И вот мы сейчас о нем всем говорим. И вы видите, сколько трафика, по какому ключевому слову он нам приносит. Смотрите, он находится по аудиту сайта онлайн на первом месте. И это правда. По нему реально приходят лиды, люди постоянно заходят, заказывают, а потом уже с нами взаимодействуют через обратную связь. Пока он будет сканироваться, пускай он себе сканируется, мы поедем дальше. И дальше у нас будет домашнее задание. Конечно же, для тех, кто сейчас хочет стать автором, либо обучает своего автора. Вы можете проверить сейчас любой созданный вами недавно контент и ответить на эти домашние вопросы. Первый вопрос – это является ли ваш контент полезным и информативным для моей целевой аудитории? Возьмите страничку и проверьте. Предоставляет ли контент точную актуальную информацию? Является ли контент непонятным и доступным для понимания? Содержит ли контент ошибки и неточности? Использует ли контент визуальные элементы, чтобы сделать его более привлекательным информативным? И является ли мой контент удобным для чтения на разных устройствах? И самое главное, в комментариях постарайтесь кратко ответить на эти вопросы. Я на них обязательно отвечу. Можете даже, если нужно, ссылку попробовать даже оставить. Я постараюсь даже ее принять. Ничего страшного. Я постараюсь, чтобы она не прошла ваш спам-лист. Почему мы решили записать такое большое видео по контенту? По одной простой причине. В сентябре вышел специальный апдейт, связанный с контентом или Helpful Content Update. Он представлял то, что Google начал бороться с контентом, который начали создавать при помощи искусственного интеллекта. Да, ChatGPT, привет, начал создавать искусственный интеллект, но сама модель ChatGPT тоже совершенствовалась. И на тот период пока была старая модель, тройка, про которую мы записывали видео у нас на канале. Сейчас уже четверка, но уже много новых других искусственных интеллектов существует. Уже и гугловский Bart существует, и он просто шикарен. Но мы идем к тому, что Google начал бороться с тем, что был создан мусорный контент, у которых не было авторства, который не был проверен, который представлял собой набор символов и не нес ничего полезного. И Google начал закручивать гайки и вводить многие ограничения на тот вид контента, который создавался. Но с недавних моментов он дал заднюю, как говорят, и сказал, что контент не обязательно должен быть создан человеком, он должен быть проверен человеком. Во-вторых, старый контент на старом сайте не обязан обновляться. Если он популярен и люди на него заходят по прямым ссылкам, то он может оставаться в том виде, как он есть, если он удовлетворяет пользователя и они продолжают с ним взаимодействовать. Привет, Википедия, где особо никто не вносит изменения на большинство страниц, что тоже логично. Но если вы обновляете контент на странице и у вас обновляется дата на этой странице, вы должны учесть, что дата должна обновляться только при одном условии, когда обновляется условие больше 70 процентов вашего контента на вашей странице. Если изменения минорные, вы добавили какую-то там мелочь, какую-то коротенькую строчку, дата в таком случае обычно не обновляется. Пересмотрите весь старый контент и избавьтесь от устаревшей информации. Возможно, добавьте каких-то новых фактов, которые облагородят эту статью. Этот трюк заметил еще Брайан Дин, когда каждый год переписывал все свои гайды, обновляя их и обновляя. И он заметил, что Google любит, когда он обновляет контент каждый год. Точно также касается проблема машинного перевода. Машинный перевод это тоже может быть неплохим, если он переведен без ошибок и смысловая конструкция не меняется. И даже машинный перевод должен быть проверен человеком. А если же у вас появляется на сайте сторонний контент, то ответственность за сторонний контент несет владелец площадки. И если вы не проверяете сторонний контент, мы рекомендуем его вообще закрывать тегом Noindex, если у вас нет процедуры проверки контента. Но если он, допустим, проходит проверку контента, то есть некими специалистами вашей команды, либо отмеченными пользователями, модераторами вашего контента, то есть они проверяют ваш контент и дают добро, что тут все ок, либо отправляют его на доработку, то тогда можно его обратно открывать к индексации. Подумайте над тем, принимаете ли вы на свою площадку сторонний контент. Привет всякие биржи, на которых продаются ссылки и люди иногда просто отправляют полную ахинею, она публикуется и никто не думает о качестве потом жизни этой площадки. Я давным-давно захожу на биржи, проверяя отдельные площадки и вижу, как даже в нашем коллабораторе очень многие биржи просто вот так вот идут вниз, потому что качество контента, которое на них публикуется постоянно, оставляет желать лучшего. Ну и конечно же партнерские ссылки. Многие думают, что партнерская ссылка это плохо, нельзя ставить внешнюю партнерскую ссылку, это будет вредно для моего сайта. Как бы не так, Google прямо заявил, что если вы передираете контент с чужого сайта и ставите его у себя, то есть делаете легкий рерайт, ничего нового и ставите партнерскую ссылку, то это плохо. Но если вы делаете обзор, рецензию и ставите партнерскую ссылку, это хорошо. Неважно, какая она будет дофоллоу, нофоллоу. Это же касается и в обратную сторону. Если вы хотите написать на себя хороший пресс-релиз, хорошую информацию, не делайте рерайт того, что вы уже где-то делали у себя или где угодно. Напишите что-то новое, например, обзор вашей клиники, там обзор, там не знаю, чего угодно вашего магазина, написанное на этой площадке. Такая ссылка будет полезной и она будет иметь ценность. Ну и финальным пунктиком, на который я бы обратил внимание, это, конечно же, проверяйте обратную связь вашей аудитории с вашим уже созданным контентом. Любой клиент, который с вами общается, его всегда можно спросить, нравится ли ему контент на вашем сайте или задать, что вам не нравится на нашем сайте. Такой вопрос даже будет более полезен, потому что так человек честно напишет, что ему скорее всего не понравилось и вы над этим задумаетесь. Или, например, он вам напишет это в виде какой-то формы обратной связи, в виде опросника или он оставит вам лайки, дизлайки за контент, который вы написали. Это тоже полезная информация. Или он напишет вам в комментариях на ютубе под этим видео. Кстати, вы можете написать вам понравился такой длинный формат этого видео, посвященный контенту или нет. Тоже будет очень интересно, потому что я нацелен на то, чтобы научить вас всему этому, что я знаю и изложить это и тем более еще и бесплатно на ютубе. И давайте перейдем к вопросам в конце этой главы. Проверьте сами себя. Используете ли вы изображения, видео и другие визуальные элементы, чтобы делать любой ваш контент на сайте привлекательным. Напоминаю, что использование визуальных элементов помогает сделать контент более привлекательным и информативным. Визуальные элементы привлекают пользователей и что можно использовать? Конечно же это изображения, это могут быть инфографики, как я показывал, это могут быть иллюстрации, фотографии, фото до после, все что угодно. Это могут быть видео, это могут быть встроенные видео, это могут быть какие-то интерактивные видео с плейлистами, здесь уже все зависит от вас. Это могут быть иллюстрации, просто прорисованные хорошие схемы. Также это могут быть графики или таблицы. Таблицы прекрасно нравятся аудитории, если там какие-то статистические данные или это исследование. Ну и конечно же, другие интерактивные элементы. Это я видел, допустим, уберу переводов, когда они делают такой слайдер до перевода, после перевода. И некоторые фотосервисы так делают. Любые интерактивные элементы, которыми работает пользователь с контентом, могут нравиться. Самый банальный пример это категории товаров в интернет-магазине. Вот этот боковой блок навигационного меню, это тоже контент. И в нем вот продумать навигацию, чтобы она была удобна, понятна, не лагала, не тормозила, не вызывала агрессии и желания закрыть ваш сайт, это тоже искусство. Поэтому это тоже является визуальным элементом вашего сайта. Обратите на это внимание. Второй вопрос. Выбираете ли вы визуальные элементы, которые соответствуют теме и содержанию контента? Третий вопрос. Используете ли вы визуальные элементы, которые хорошо выглядят на экране разных устройств, будь то мобилка или ноутбук или стационарный компьютер с большого разрешения? Оптимизируете ли вы визуальные элементы на вашем сайте для поисковых систем? Например, прописываете ли вы альтеги во изображении или вы оптимизируете их размеры, сжатие и работу скриптов, чтобы они не замедляли ваш сайт? Четвертая глава будет посвящена как раз обновлению контента. Контент, который вы создаете на вашем сайте, не вечен. К этому нужно смириться. Некоторый контент можно обновлять, некоторый контент нужно обновлять. Какой-то контент вообще не нужно обновлять. Что, например, точно нужно обновлять? Это вечно зеленый контент. То есть тот контент, который люди будут гуглить пока существует поисковик, и это проблема. То есть есть некоторые проблемы, которые никуда не уходят. Например, никуда от нас не уходит грипп, я так понимаю, надолго с нами ковид, многие другие темы, которые вы знаете. Ну, а на примере есть темы, которые уходят, и их не нужно воскрешать и сильно за них заботиться. Кто помнит сейчас Windows Mobile, кто помнит Windows Phone, операционные системы? Никто, они уже никому не нужны и мало кому интересны. И контент на эти темы можно не обновлять. Он уже был написан в прошлом и он ушел. Вы можете вспомнить любые такие темы. Условно говоря, дисковые телефоны, я думаю, тоже мало кому сейчас будут интересны, как починить дисковый телефон. Если мы смотрим так, поэтому, то есть какой-то тип контента, пусть даже не очевидно, но требует обновления. То есть, например, это какое-то новостное событие, допустим, которое планируется, что произойдет, и когда оно происходит, неплохо бы эту же новостную публикацию обновить, допустим, какой-то информацией. Например, что-то происходит в течение нескольких часов или что-то происходит в течение нескольких дней, и у вас такая статья-сюжет, и вы ее периодически обновляете, добавляя в нее свежую актуальную информацию. Вот здесь тоже нужно заниматься обновлением контента. Это касается обновления контента всего сайта. У вас на сайте контент должен выходить с определенной удобной периодичностью. Поэтому давайте как раз вот разберем чек-лист по публикации нового контента. Вот такой самый простой. В первую очередь, определите, сколько контента нового вы будете публиковать регулярно на вашем сайте. Это может быть там еженедельная, ежедневная, ежемесячная, другая периодичность. У вас может быть массовая разовая, например, это заливка товаров. Она может заливаться практически все сразу, и ваша задача продумать эту заливку товаров так, чтобы они попадали с очень быстрой скоростью, пока ваш магазин только-только открывается. В первую очередь, что вам нужно будет сделать, это составить календарный контент-план по тому, чтобы отслеживать работу по публикации вашего контента. То есть у вас есть определенная периодичность, вы ее пишете, дизайните, заливаете, работает ваш программист, работает ваш дизайнер, и потом уже это публикуется вашим контент-менеджером. И вот этот календарь вы должны продумать, с какой периодичностью у вас будет выходить новый контент и обновляться старый. И вы должны знать график ваших публикаций в своей фирме. Конечно, используйте различные форматы контента, чтобы привлекать внимание пользователей. И тут тоже нужен календарь. Что у вас уходит в YouTube, что у вас уходит в соцсети, что у вас уходит в другие платформы. TikTok тот же. У вас тоже должен быть продуман календарь оповещений выхода контента. Ну и, конечно же, не забывайте контент продвигать. Об этом следующая глава как раз будет. Чек-листом этого очень простой главы будет это ответить на простой вопрос. Есть ли у вас календарь контента? Как часто и какого типа вы публикуете контент на сайте и на своих площадках? Ну и, конечно же, продвигаете ли вы этот контент, что бы это ни было. Новости, статьи или это какие-то группы товаров, которые у вас появляются или услуг на вашем ресурсе. Я посоветую определенные рекомендации по публикации вашего контента, чтобы он выходил в срок. Самый простой способ это использовать любой инструмент для планирования. Мы любим Google календарь. Многие любят какие-то Trello, кто-то любит CRM, в которых они работают. Все зависит от вас. Просто говорю, что есть календарь, вы по нему работаете. Можете в Excel, вообще в Google Excel ввести этот календарь публикации контента. Второй момент это найдите команду для создания контента. Обязательно команда. SEOquick это команда и весь контент, который вы читаете, а мы создаем. Это делается все нашей большой командой. У нас есть и дизайнеры, у нас есть и видеодизайнеры, у нас есть и программисты. У нас есть редактор. Да, я, собственно, являюсь одним из контент-мейкеров, но я не один. У меня есть и мои помощники, которые тоже создают свой собственный контент. И это команда контент-мейкеров. То есть мы команда, которая создаем свой собственный контент. У вашего сайта должна быть своя команда, которая создает для вашего сайта тоже собственный контент. Редко команда, которая создает контент себе, создает кому-то еще другому. Разве что только если это они не будут помогать конкурентам, потому что они специалисты в этой сфере. Но команда, которая работает над контентом, должна быть, конечно же, у вас своя. Поэтому для регулярности публикации контента это ключевой краеугольный фактор SEO-продвижения. Потому что SEO-специалисты вам помогут лишь с структурой, с техническими заданиями, они помогут вам с аудитами, они помогут вам с проверками юзабилити, с оценками качества. То есть мы можем оценить качество его относительно требований поисковых систем. Но относительно того, что я сегодня рассказываю, это можете сделать только вы. И вам нужно создавать такую команду, которая будет этим заниматься. И успех зависит от сотрудничества этих двух команд. Нашей командой по SEO, условно говоря, и вашей командой по контенту созданию сайта. Я работаю с некоторыми клиентами, у которых есть такие команды, и работать просто идеально, потому что все работает в часы. Я могу сказать одно, что для того, чтобы у вас была грамотная периодичность, эти вещи вы должны проинвестировать в первую очередь. Последняя угла будет посвящена продвижению контента, и я пройдусь по ней очень быстро, потому что я про это уже рассказывал. Относительно продвижения контента у меня выходило много видео на YouTube, некоторые выходили даже подкастами. Я оставлю ссылки в описании, на что нужно обратить внимание. Но я постараюсь в этом блоке сосредоточиться на уникальных стратегиях, которые используют некоторые крупные компании для продвижения своего контента, чтобы вы задумались. Смотрите, в первую очередь, самые такой уникальные стратегии, которые придерживаются вот эти спикеры, это создание контента, который привлекает внимание пользователей и заставляет им делиться. Делиться где? В мессенджерах, в соцсетях. То есть он действительно полезен. То есть на вашем сайте может быть огромный пул страниц, но какой-то тип контента, которым всегда люди делятся. Не всем, а только какой-то частью. Это нормально. Второй момент, это использование социальных сетей для продвижения контента. С этим сходятся абсолютно все. В соцсети это второй стимул напомнить себе при помощи эфемерного контента, напоминаю, что у вас есть постоянный контент. Мы уже знаем, что это значит, эти термины. Следующий момент, это продвижение контента через партнерские отношения с другими компаниями или блогерами. Это действительно одна из стратегий, потому что вы можете смешать вашу аудиторию с аудиторией другого блогера. Напоминаю, если целевые аудитории ваших блогера совпадают по интересам, с ним есть смысл сотрудничать. И его аудитория может стать частью вашей. Следующее, это использование e-mail маркетинга. При помощи e-mail, сбора e-mail и уведомления e-mail о вашем контенте, который у вас выходит, будь то акции, скидки, какие-то специальные предложения. Просто сядьте и подумайте, Steam регулярно оповещает своих пользователей об акциях и скидках. Они же делают не только это в приложении, когда вы его впервые запускаете. Есть люди, которые давно уже не запускали Steam, и куда им приходит оно? Конечно же, на почту. Люди видят на почте, не так часто спамят, они не спамят, не так часто письмо с текущими еженедельными предложениями, которые у них есть. И пользователь узнает о новом контенте благодаря e-mail. И вы можете любую компанию зайти в свой ящик и посмотреть, сколько там народу вам накидывает актуального из своих предложений, которые у них вышли. Конечно же, это создание контента, который можно адаптировать для разных каналов. Что это значит? Вы можете создать статью, которая превратит в видео, которая превратит в подкаст, которая превратит в вебинар. Материал, который создается, его можно раздробить на соцсети. С парктора, например, считают, что это вообще самый оптимальный вариант. Вы можете написать статью, раскидать ее в виде постов в Твиттере, и потом сделать несколько постов в Фейсбуке, и даже закинуть в сторис в Инстаграм, упоминание, что у вас вышла новая статья. И таким образом у вас получится, что вы набросали один и тот же материал в разные соцсети, и пользователь узнает кусочками информацию и захочет перейти на основной материал и узнать о нем. Конечно же, это инфографика. Любая инфографика отлично привлекает внимание, и ей можно делиться. Ее можно делиться в соцсетях, любая классно оформленная картинка в удобоваримом таком квадратном формате, не длинном, а таком квадратном. Она отлично залетает в любые соцсети и позволяет как раз оттуда тоже привлечь в себе аудиторию, чтобы она захотела посмотреть, а о чем эта инфографика? Походу, какое-то крупное исследование. И захотят почитать ваши исследования и поделиться им. Конечно же, контент, который отвечает на актуальные вопросы и проблемы пользователей, однозначно интересен. Потому что если взять какую-то актуальную проблему и собрать все ответы на все вопросы по этой теме, это может действительно привлечь и ссылки, и мнения, и даже ей будет то, что говорили, легко делиться. То есть контент, которым легко делиться, не только это тулы, которые мы создаем, иногда тот, который отвечает на популярные вопросы. Ну и, конечно же, контент должен быть увлекательным и интересным. К этому сходятся все авторы, потому что вы можете все создать, все, что я перечислял, но это будет неинтересно и неувлекательно. Может быть топорно, плохой дизайн, некрасиво. Сами понимаете, о чем я говорю. Перед продвижением контента вы должны четко поставить цель, ради чего вы его продвигаете. Если вы думаете, что статья позволит вам продать ваши услуги, я глубоко сомневаюсь. Но если вам нужна статья для того, чтобы привлечь к себе внимание целевой аудитории, то здесь, конечно же, все понятно. То есть цель вполне объективна и осуществима. То есть цель, которую вы озвучите при продвижении контента, должна быть объективной. Вторым моментом продвижения контента является выбор канала в его продвижении. То есть в маркетинге все знают, что такое трекшн-карта. Не знаете, загуглите, найдете. И вы когда прорабатываете продвижение вашего продукта или контента, вы прорабатываете разные каналы. У каждого канала своя эффективность. Не все каналы годятся для определенных видов контента. Статью, например, неплохо прогнать в соцсетях, но какой-нибудь товар, конечно же, выгоднее прогонять через рекламу. Или там хорошие обзоры, обзоры через блогеров. Разный вид контента подразумевает разный подход к каналам. Здесь отлично вам помогут маркетологи, которые знают, какой канал с каким видом контента лучше взаимодействовать. Ну и третьим пунктом при продвижении это мониторинг результатов. Вы должны четко понимать метрики. Вы же выставили цель, выставили канал, у вас должна быть метрика, по которой вы оцениваете что? Результативность. Глупо оценивать по продвижению статей продажи. Это еще раз я говорю, напоминаю, что правильная цель, правильный канал и правильные метрики. Как только вы эти вещи сформировали, вы сможете с легкостью продвигать любой вид контента, оценивать результативность, считать эту результативность в затраченных деньгах, в затраченном времени. И понимать результат, какой канал приносит вам в зависимости от затраченных средств какой результат. Забавным фактом является то, что многие думают, что для продвижения контента используется только то, что я сказал. Но есть действительно уникальные стратегии, на которые можно обратить внимание. Например, компания Ahrefs использует инструмент Ahrefs Content Explorer, я вам сейчас его покажу, вот этот инструмент, для поиска контента, который может быть интересен целевой аудитории. Затем они связываются с авторами этого контента и предлагают им сотрудничать. Вторым примером является компания Moz, которая использует инструмент MozBar для отслеживания того, какие ключевые слова используют для контента на их сайте. То есть, когда пользователи ищут что-либо на их сайте, они используют эти поисковые запросы для того, чтобы создавать более интересный, качественный контент на своем ресурсе. Они используют поиск для того, чтобы создавать новый контент. Им не нужно где-то его искать в другом месте, они знают, что люди ищут. А такая компания, как Buffer, вообще создала свой собственный инструмент для того, чтобы публиковать весь свой контент, который создается в соцсетях, и отслеживать его размещение в срок. И, собственно, они чем занимаются? Размещением это уже контента в срок для других клиентов. Вот вам, а чем не уникальный способ самого себя пиарить самим в себя? Поэтому, на самом деле, как видите, продвижение контента это действительно искусство. И здесь есть и стандартные шаги, и есть и уникальные, которые могут в вашем случае, конечно же, сработать. В качестве выводов я бы сказал, что контент это действительно сложный процесс, который начинается с аудитории, сбора ключевых слов, грамотного обучения автора, работы целой контент-команды, и, конечно же, процесса полностью продвижения ресурса. И на этом этапе, если вы думаете, что у вас получается создавать контент в том виде, как он есть, но вы эти все шаги не сделали, есть очень высокая вероятность, что ваш контент начнет уступать качеству конкурентов, которые начнут создавать свои контент-команды, которые начнут применять действительно те методы, ради которых поисковые системы и вводят все эти жесткие ограничения на требования, на авторство. У нас много было статей, посвященных того, как проводить чек-лист сайта на то, что он соответствует экспертности, авторитетности, доверия и опытности. Много факторов, с которыми вы столкнетесь, вы увидите, что ваш сайт уступает. Проблема заключается в том, что мы и наши клиенты не воспринимали до этого, а клиенты до сих пор не воспринимают, что веб-сайт это набор веб-страниц с контентом, а не просто набор веб-страниц с текстом, с контентом. И к контенту, в отличие от текста, применяются определенные требования, психологические требования, ответ на вопросы, дизайнерские требования, умение удерживать аудиторию, умение взаимодействовать с аудиторией. И, конечно же, технические. Вот удобство, скорость, многие такие элементы, которые не дают негативный опыт пользователю. И поэтому, когда вы в следующий раз задумаетесь, что вам дадут техническое задание на написание какой-то страницы, подумайте дважды, отдавать ли эту страницу копирайтеру. Или это будет попросту выброшенный, не знаю, 20-30 долларов на воздух. Смотря сколько вы платите копирайтер. Подумайте над этим и наймите в команду себе, как минимум, дизайнера, хорошего маркетолога, который позволит текст, который вы создаете на своем сайте, сделать качественным контентом. Это был Николай Шмачков. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал и, конечно же, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока-пока!